Привет, на связи Макс Эмский и мы продолжаем серию видео по лоджиковским плагинам и в этом видео будем рассматривать, наверное, второй по популярности после канального эквалайзера плагин это компрессор, очень широко применяемый, очень универсальный плагин, предназначен для того, чтобы эмулировать аналоговые компрессоры и сегодня мы постараемся более подробно рассмотреть все его функции и как их лучше применять как ты, наверное, уже знаешь, компрессор предназначен для того, чтобы выравнивать динамику сигнала наоборот, подчеркивать различия динамики в сигнале ну и также его очень часто используют при создании эффекта sidechain, искусственный sidechain также компрессор помогает вывести ключевые части трека в центр внимания и предотвращает исчезновение тихих достаточно звуков из микса Итак, начнем с выпадающего меню socket type и здесь в этом меню можно выбирать типы компрессоров всего их получается раз, два, три, шесть типов компрессоров они отличаются между собой, некоторые похожи давай посмотрим, для чего чем они отличаются и для чего их лучше всего использовать вот первый тип компрессора Platinum это очень гибкий компрессор с отличным звучанием, который подойдет в большинстве ситуаций и назовем так, что применение этого компрессора универсальное далее компрессор класс AR компрессор обладает достаточно мягким звучанием и применяется в большинстве случаев, где нужна мягкая работа компрессора также в принципе его можно попробовать использовать на мастершине следующий тип компрессора класс AU обладает достаточно теплым звучанием и можно пробовать использовать его на вокале, пэдах или струнных VCA этот компрессор очень быстро срабатывает на входной сигнал можно пробовать его использовать также на вокале, на электрогитаре, на перкуссии ну и на вообще резких звуках и этот компрессор очень хорошо подходит для эффекта искусственный сайдчейн в принципе похож немножко на фэт компрессор у фэт компрессора очень быстрая атака и релиз можно использовать также на вокале, например, акустической гитаре или ударных инструментах и он также очень хорошо подходит для эффекта искусственный сайдчейн чуть позже мы посмотрим их в работе, как они отличаются и последний тип компрессора OPTO дает жирный естественный звук также можно его использовать на вокале можно использовать в паре с фэт компрессором ну можно пробовать использовать его в принципе на мастер-шине и теперь давай посмотрим с помощью волноформы, как они друг от друга отличаются вот на примере перкуссии и бочки поставим какие-то значения, при которых гарантированно мы увидим результат значения поставлены просто для примера так сейчас сначала поставим побольше амплитуду и будем сравнивать сигналы вот здесь наверху я оставил значение волноформы, когда включен компрессор платином и теперь давай, допустим, переключим его будем переключать и смотреть, как меняется волноформа и теперь давайте посмотрим Теперь давай сравним работу компрессора, их различия в режиме эффекта искусственный сайдчейн и сравним, например, Platinum и VCA или FAT-компрессор. Вот тут наверху оставляем Platinum и давай посмотрим, например, VCA. Как слышишь и видишь, они достаточно сильно друг от друга отличаются. И, на мой взгляд, VCA или FAT, он больше подходит для режима искусственный сайдчейн, дает больше кача, грува сигналов. Конечно, данная информация является не исчерпывающей. Экспериментируй, пробуй свои варианты, свои настройки. И в каких случаях какой компрессор лучше тебе подходит, уже выбирай сам. Итак, давай дальше пройдемся по остальным настройкам и ручкам компрессора. Вот Gain Reduction показывает в режиме реального времени степень сжатия компрессора. Ручка атаки определяет количество времени в миллисекундах, которое необходимо компрессору, чтобы отреагировать на сигнал, когда он превышает установленный порог. Дисплей кривой компрессора показывает кривую сжатие, которое создается с сочетанием параметров Ratio и Ni. Входной сигнал показан по оси X и выходной сигнал показан по оси Y. Ручка Release определяет время также в миллисекундах, насколько быстро сигнал восстанавливается до своего первоначального уровня, после того, как он падает ниже заданного порога. Соответственно, если хочешь сгладить динамику сигнала, ставь максимальное значение. Если хочешь, наоборот, подчеркнуть динамику сигнала, ставь минимальное значение. Можно также поставить, вот здесь нажать на кнопку Auto, и тогда релиз будет подстраиваться динамически под сигнал автоматически. Слайдер Ratio устанавливает степень сжатия сигнала, после того, как он превышает заданный порог. Соответственно, чем меньше значение, тем меньше сжатие, чем больше значение Ratio, тем больше сжимается сигнал. Слайдер Ni колено определяет, каким образом сжимается сигнал. Если маленькое значение колено жесткое, то сигнал сжимается немедленно. Если колено мягкое, то сигнал, соответственно, сжимается постепенно мягко. Слайдер Threshold, порог, устанавливает пороговое значение сигнала. Когда сигнал превышает это значение, срабатывает компрессор и начинает его сжимать, обрабатывать сигнал. В компрессоре Platinum есть выбор, каким образом компрессор будет анализировать входной сигнал по RMS или пиковым значениям. Считается, что пиковое значение является технически более точным, а значение RMS, среднеквадратическое, обеспечивает лучшее представление о том, как люди воспринимают громкость сигнала. Слайдер Gain усиливает выходной сигнал. Значение Auto Gain компенсирует выходной сигнал в результате сжатия, компенсирует уменьшение уровня сигнала. Limiter Threshold устанавливает пороговое значение встроенного лимитера и, соответственно, кнопка Limiter включена или выключена. И здесь лампочка показывает, срабатывает лимитер или нет. Теперь давай рассмотрим дополнительные параметры компрессора вот здесь в выпадающем меню. Вот это меню Output Distortion определяет, каким образом будет обрабатываться сигнал, который превышает значение 0 дБ. Соответственно, мягко, жестко, отсекаться совсем или вообще никак не будет обрабатываться. Давай посмотрим, каким образом это выглядит. Субтитры сделал DimaTorzok Дальше здесь в меню Filter Sidechain, в меню Activity выключается Sidechain. Вот как это работает или проверяется сигнал. Допустим, мы сейчас уберем тут Output на этом сигнале. Вот как видишь, сейчас компрессор срабатывает. И можно послушать, переключив вот на прослушивание, какой сигнал идет вот сюда в боковую цепь, какой сигнал использует компрессор. Так можно проверять компрессор, идет ли вообще какой-нибудь туда сигнал или не идет. Даже если выключить у сигнал, который используется, от которого срабатывает компрессор, как видишь, отключен Output. Сам сигнал никаких звуков совершенно не издает. Далее здесь выбирается фильтр для Sidechain. Низкий, средний, высокий, параметрический или шельфовый для высоких частот. Ниже задается, соответственно, частота для фильтра. Значение Q. Ширина полосы. Частот для фильтра. И значение Gain. Slider Mix определяет уровень сигнала между сухим сигналом и обработанным, соответственно. Определяет баланс между сухим сигналом и обработанным. Ну и резюмируя, как ты понял, этот компрессор достаточно универсален. Его можно использовать отдельно на треках, на треках с эффектами. Можно использовать, в принципе, на мастер-шине, если это необходимо для каких-то целей. Использовать его на вокальных треках, инструментальных треках и делать с помощью компрессора различные эффекты. На этом данный урок закончен. Пиши свои вопросы в группе ВКонтакте. Заходи на наш сайт. Оставайся с нами. До следующей встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok